Вашингтон попрощался с военным героем Америки, сенатором от штата Аризона и другом Украины Джоном Маккейном. Это была последняя четвертая мемориальная служба. На ней, кроме супруги сенатора Синди Маккейн, детей и матери, сотни приглашенных гостей. На церемонии в частности выступили 43-й и 44-й президенты США Джош Буш и Барак Обама. Попрощаться с другом Украины приехал в Вашингтон и украинский президент Петр Порошенко. Подробнее в сюжете Анжелы Лешко. Слезы, аплодисменты, слова благодарности и восхищения. Соединенные Штаты попрощались с героем войны и великим сенатором Джоном Маккейном. Я сегодня перед Вами говорю слова, которые я никогда не хотела бы говорить. Я выступаю с речью, которую никогда не хотела бы произносить. Я чувствую то, что никогда не хотела бы чувствовать. Потерю. Мой отец умер. Он был летчиком. Он был мужем. Он был военным. Он был заключенным. Он был героем. Он был конгрессменом. Он был сенатором. Он был кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Это все о его жизни. Но это не самые важные титулы. Самое важное – он был прекрасным человеком. На церемонии присутствовали сотни приглашенных гостей – политиков, дипломатов, деятелей культуры, представителей церкви. Выступил и 44-й президент США Барак Обама. Именно он победил Маккейна на выборах 2008-го. Сенатор был воплощением всего лучшего, что есть в Америке, сказал Барак Обама. Возможно, лучший способ почтить его память – это признать, что есть вещи важнее, чем амбиции, деньги, слава или власть. Что есть некоторые вещи, ради которых можно рисковать всем. Это принципы, которые вечны, и правда, которая неизменна. Джон показал нам, что это значит. Поэтому мы все у него в долгу. Пусть Бог благословит Джона Маккейна. Чтобы попрощаться с другом Украины, в Вашингтон прилетел и украинский президент Петр Порошенко. Очень важно, что в критические моменты нашей истории сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами. Мы все запомнили его на Майдане во время революции достоинства, когда при температуре минус 26 он вышел раздетый и обратился к сотням тысяч человек, чтобы выразить такие необходимые тогда слова поддержки о том, что весь мир и Соединенные Штаты вместе с украинцами – вы настоящий герой Украины. Спасибо вам. Президент Дональд Трамп в травмных церемониях не участвует, не будет его и на похоронах. Это желание Джона Маккейна, которое поддержала его семья. Похоронят сенатора в воскресенье на территории Военно-морской академии в Анаполисе. Анжела Лешко, UATV